70-е годы прошлого столетия У жены Айзенштейна, прекрасной Розалинды, свои беспокойства. Она недавно познакомилась со студентом консерватории Альфредом и совершенно очаровала бедного юношу. Сейчас он тоже тут на курорте и по нескольку раз в день поет под окнами Розалинды серенады. Вот, слышите? Пташка нежная моя, я вас тоскую. Пташка нежная моя, я вас тоскую. Не в силах вас разлюбить, не в силах я забыть. Не в силах вас разлюбить, не в силах я забыть. А ее горничная Адель. Эй, господин Кеннер, как вам не надоест? Вы поете сегодня уже седьмой раз. И перемените репертуар. Ну где это видано, чтобы мужчина называл замужнюю женщину пташкой? И она захлопнула окно. О, у Адель голова идет кругом. Сегодня бал маскарад у графа Виленберга. Там будет только самое избранное общество. И вдруг она, Адель, простая горничная, получила письмо с пригласительным билетом на этот бал. И неизвестно от кого. Какое счастье! А хозяин сегодня должен сесть в тюрьму? Хозяйка не пускает? Нет, я должна придумать какой-нибудь предлог, чтобы улизнуть. Но кто это мне прислал письмо? Не могу догадаться. А как хорошо написано! КОНЕЦ Что все это означает? Кто записку мне прислал? Вам, Адель, я посылаю. Приглашение на бал созывает избранный круг. Граф Виленберг, мой старый и верный друг. За колоннью входа вас здесь и буду ждать сегодня. Какое счастье мне, служанки! И вдруг билет на вечер с ванной. Да чего ж арест не кстати! Как теперь смогу удрать я у моей хозяйки в спальне? Туалет дается полить. Не заметил бы никто, что взяты платья и монто. Есть билет и туалет легко достать. Но что сказать? Но как удрать? Ах, мне бы пару легких крыл. Только в вечер наступил. Я напал заветный смело. Войны птицей полетела. Ах, смешна мечта моя! Только лишь служанка я! Только лишь служанка я! Война птицей полетела. Война птицей полетела. Ничего я не знаю. Он меня так любит. Он не может дня прожить без сиренада под моим окном. В наш холодный век такое пылкое сердце. Адель, ты смеешься? Ой, я плачу, мадам. Почему? Ах, мадам, моя старая тетушка заболела. А что с ней? Очень опасная болезнь. Доктора никак не могут определить. Не то аппендицит, не то менингинги. Мадам, мне необходимо ее сегодня навестить. Нет, это невозможно. Ведь ты знаешь, что мой бедный муж сегодня отправляется в тюрьму. Я не могу остаться одна. А как же мне быть с тетушкой? Не могу же я ее не поздравить. С чем? С болезнью? Ой, что ли? С причастием. Опять он зател. Адель, выйди из комнаты. Слушаюсь. Ах, жаль, вот так всегда. Как только дело начинает принимать драматический оборот, так меня высылает из комнаты. Альфред! Розалинда! Альфред, вы опять под моим окном. Да, это я. Поймите, ваши серенады здесь неуместны. Но, Розалинда! Альфред, я повторяю вам, я замужем и не имею права даже вас слушать. Уходите из нашего сада. Я уйду, но я приду сегодня вечером, после ареста вашего мужа. Откуда вы знаете? Весь город об этом знает. Может быть, я вам понадоблюсь. Нет, 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 никогда. О, вы жестокая. Тише, уходите из сада. Я слышу, идет мой муж. Он ссорится с своим адвокатом. Нет, я прошу. Убирайтесь, Юж, уплотите. Убирайтесь вон, говорят вам. Вы не адвокат, вы бездарцы. Не можете пойти. Вон отсюда. Все шло прекрасно. Суд видел, что дело выеденного яйца не стоит. Меня бы, конечно, оправдали. А вы что сделали? Что? Вы вызвали массу свидетелей, раздули дело и сказали такую защитительную речь. Да, даже не гениальную речь. Ага, гениальная. Из-за нее меня приговорили к восьми дням тюрьмы. Безусловно, я отрябываю, чтобы меня оп, 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 платили. И не заикайте за по платью. Вон, вон отсюда, вон. О, я бы с удовольствием разорвал его на куски этого болвана. Без поневоялся, что меня за это посадят еще года на три. Ты успокойся. Розалин. Дорогой, успокойся. Не волнуйся, мой любимый. Я буду тебя навещать. Наступил вечер. Приближается час, когда Айзенштейн должен отправиться в тюрьму. Я никого не принимаю. Господин нотариус Фальк. Это я, дорогой. А, входи, входи. Как твой друг, я пришел... Посочувствовать мне. О, нет. Я пришел тебя утешить. Утешить? Адель, выйди из комнаты. Ну, конечно. Так всегда. Как что-нибудь интересное, меня высылают из комнаты. Ну? Я принес тебе приглашение на костюмированный бал графу Вилленбергу. Когда этот бал? Сегодня вечером. Да ты что, издеваешься надо мной? Сегодня вечером я должен сесть в тюрьму. Сядешь завтра утром? Слушай, от такого балла нельзя отказываться. Ты не прав, как всегда. Ты не прав, как всегда. Я не с тем шел сюда, Чтоб с наигранным участием Посочувствовать в несчастье. Будьте жителем в судьбе. Я сейчас пришел к тебе, Долго бывший на суде, Но посты не слышал верно. Полтается Вилленбергом Нужных встретишь ты людей. Сможешь сделать, Там немало дел. Представь этот вечер, Везде хрусталь цветы, Нежданная встреча, Веста вечны. В тюрьме будешь мал вспоминать, Забыв бы по всем птицей улетать. И снова закрещение, Как миг пройдет. Напал по смешным тюрьмам, Подождет, Но посты не ждать, И снова закрещение, Нечего ждать, Я не знаю. Но, Розалина, Что скажу ей? Крепко, обняв, И нежно целую, Ты ешь и вниз, Спасенья нету. Пора в тюрьму мне ехать, Ждет карета, Дико скажешь, Как мне будет грустно, Родная без стена. Заплатит она тогда, Несчастного мужа любя, Помощь не в тюрьму, А напал, За мою тюрьму бежать. Но чтобы ты не был узнал, Буду при всех маркизам звать, Выдан тебя я за француза. Идет. Все же, право, боюсь я, Не трусь, Боюсь. Теперь иди, чтобы пар, С видом голым и усталым. Хорошо, я рискну всех, Ловко обмануть. Тогда собирайся и быстро в путь. Ты прав, на полу я смогу побыть. Зачем немцам ловтью, Вольте и беспешно, Так мне без тобой Это паспреду. Идем, не то я один пойду. Решено, иду путить, Слишком сильное искушение, Зон вокала, фальс весенний, Я не в силах пропустить. Решено, иду путем, Слишком сильное искушение, Тон вокала, фальс весенний, Я не в силах пропустить. О, ты меня уговорил! Иду переодеваться. Иди, иди. Адель? Вы меня звали? Что прикажете? Ты получила пригласительный билет на бал. Откуда вы знаете? Тише. Тебе его прислал я. Вы? Ни о чем не спрашивай. Ты придешь на бал. Я тебя представлю как артистку оперетты. Артистку оперетты? Это ведь моя мечта. Ты чудесно проведешь вечер. Костюм возьмешь на прокат. Вот тебе 20 крон. Мало. Не могу же я ехать на бал пешком. Ну вот еще две кроны. А обратно? Вот тебе пять. Ну вот, теперь все в порядке. Уходя, урони вот эту записку. А тут не кроется какая-нибудь пакость для моей хозяйки? Нет, что ты. Очень жаль. Чиська. Он жалований мне не прибавляет. Она по праздникам гулять не пускает. Вот боюсь, что и сегодня не пустит. Сделай все, чтобы быть на балу. Ой, постараюсь. Адель? Иду, мадам. Ну что задумал Фальк? Почему он уговорил Айзенштейна ехать на бал тайком от Розалинды? Зачем ему это странное приглашение Адели? А дело все в том, что... Впрочем, гораздо лучше меня объяснит это вам сам Фальк. Да, я объясню. Началась моя месть. Месть Айзенштейну. Айзенштейн. Два месяца тому назад здесь происходил весенний карнавал. Я был на нем в костюме летучей мыши. Выпил лишнее. Айзенштейн. Айзенштейн. В костюме летучей мыши. Ох, этот костюм. На ногах серое трико между пальцами перепонки. Туловище из коричневого меха, а на лбу идиотский желтый клюв. Толпа, провожавшая меня, все увеличивалась, хохотала, свистела. С тех пор весь город называет меня летучая мышь. Мое дело, мой кредит. Пошатнулись, но для этого все и было сделано. Я поклялся отомстить. Надо мной издевается два месяца. Над Айзенштейном будут издеваться всю жизнь. Это я попросил адвоката провалить ему дело. О, Айзенштейн почувствует, что такое месть летучей мыши. Ну вот я и готов, моя дорогая летучая мышь. Ты издеваешься? Ну не сердись, не сердись, дорогой. Сейчас уходи, встретимся с тобой у графа Динденберга, а я буду прощаться. Розалинда! Я, мой дорогой. Ну, мне пора. Иду в тюрьму. Уже? Да. Ну почему ты надел фраг? А вдруг я застану в тюрьме избранное общество? Общество неудобно без фрага. Да-да, конечно. Кушать подано. О, нет, нет. Ну, Губриэль, ты хотел со мной поужинать, стол накрыт. Нет, нет, я потерял аппетит. Сегодня столько впечатлений. Ну, не скучай. Переходи навестить меня. Дорогой, как ты можешь сомневаться в этом? Судьба неумолима Восстала против нас Ну, ты побудь любимый За мной еще подчас Побудь еще немало С родной женой своей И ты уйдешь на трёх На целых восемь дней Мой дорогой, мой милый Не маки на меня Я без тебя, наверное, Не проживу лет я Судьба неумолима Как горько мне сейчас Не уходи, любимый Не жаль, но пробил час Побудь еще немало Побудь еще немало Судьба неумолима Субтитры создавал DimaTorzok 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 Обман! Но, Розалина... Не говорите! Молчите. Ну, или пойте что-нибудь. Я люблю, когда вы поете. И все-таки я спою про любовь. К нам в окно стучит весна. На спине сильней вина. Нет, а я любовь свою. Я за вас бокал свой пью. Пью за то, что вы со мной В этот вечер вновь. Что пришли в наш дом с весной. Счастья и любовь. Я хочу, чтоб пролетал В тишине за час в час. За бокалом пить бокал, Как всегда за вас. С юных лет Жизнь и след Нам любовь всегда несет. Без ее счастья нет. Так пусть она придет. За окном вечер плывет. Нас счастье ждет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ГосразArtинка. С тобой теперь счастье ждет. ПЕСНЯ 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 Тише, Альфред. Звонят. А мне все равно. Боже, он совсем пьян. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Кто там? Откройте, пожалуйста. Но кто это? Не беспокойтесь, это я. Это директор тюрьмы, Франк. Посторонние. Ой, что скажут в городе? Что вам угодно? Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Я приехал арестовать вашего глубокоуважаемого супруга. Но его нет, он уже. К нам в окно стучит весна. Нас пенит сильней вина. А, он дома. Вы напрасно скрываете его. Разрешите мне войти. Боже мой, что будет? Конвой. Оставаться здесь. Слушайте. И он вошел в столовую. За окном вечер плывет. Нас счастье ждет. Даст юных лет Жизнь и свет Нам любовь всегда несет. Да наш супруг совершенно пьян. Он болен. Я хочу пить сейчас лишь за вас. С удовольствием. С юных лет Жизнь и свет Нам любовь всегда несет. Без нее Счастья нет. Так пусть она придет. Готов слушать песни до утра Но служба службы, нам идти пора Ну как тут быть? А вы ошиблись, я не тот Да я не тот Кто вам нужен Как вы не тот Да я не тот Вино вас видно кружит Альфред, прошу Молчать должны Спрошу-ка лучше у жены Тогда зря Семейный дом Застаный дом Отзастала Вы мужем и жену Могла я злазу быть Но на глаз Счужим все час Стой поздний час Когда пора ко сну Кто бы мог О, Боже мой В этот час Здесь быть со мной Ночной халат стакан Ночной халат стакан Ветно все это говори Что с мужем верная Жена Целу жена Сейчас сидит Ночной халат стакан Ветно все это говори Что с мужем верная Моя вина Целу жена Сейчас сидит Бедняжка 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 Закончик Закончик Посудел Спать сейчас Он лечь хотел Да сейчас Да сейчас Он лечь хотел Ночной халат стакан Ветно все это говори Что с мужем верная Что с мужем верная Вот сейчас Сейчас сидит Ночной халат стакан Ветно все это говори Что с мужем верной Жена Целу жена Сейчас сидит Ну что ж, сомнений больше нет, что это ваш супруг Но я нарушу тет-а-тет в карету, милый друг Мой муж прощал Ты не скучай Я ждать устал В тюрьме ты не скучай Прощанье час настал Кто знал, что ожидает меня в грядущем стольком Ну что ж, судьба такая, чтоб я замужа сел в тюрьму Мой друг, в карету вас прошу, на бал сегодня я спешу Пришел в прощанье час Иди за мной, прошу я вас Встретиться с мужем можете там Еще не хваток, достаточно травм Должны вы молча, все утою Прошу меня путать Достаю, да следуйте за мной Заждался нас конвой Вперед, мой друг, вперед Смелей, вперед, ускорим шаг Не лейте слез в доске Вождет чудесный особняк совсем не вдалеке Он комфортабелен, вполне таких вам не найти А вам, мадам, любой момент Посвою мужа навестить Все сделать я готов всегда Я вас для милых дам Не стоит ждать Мой час настал Должны молчать Я обещал Да час настал Пора нам хоть пуститься Но вы должны проститься Не лейтся задерживать людей Прощай, мой друг, на восемь дней Не лейтся, родной, не лейтся И не лейтся Придаст поцелуй Твой мне силы Довольно нам давно Пора прощаться Можно до утра Пора, пора, пора Смелей, вперед, ускорим шаг Не лейтся в доске Вождет чудесный особняк совсем не вдалеке Он комфортабелен, он не хочет, он не найти А вам, мадам, прошел ко мне Другой разок зайти Прощай, мадам, удачай, удачай КОНЕЦ ЧАРЛЯ Agla Быв Raj ПОЁДА 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 СМЕХ ПОЁДА Субтитры создавал DimaTorzok